Субтитры делал DimaTorzok Доказанные технологии. Будущее. Запуск ракет с подводных лодок, с ракет, таким как в программе Pegasus, но никогда еще не видели мы запуска ракеты со специально построенной плавучей платформой, расположенной на экваторе в Тихом океане. Сейчас мы видим прямую трансляцию. Нам показывают ракету «Силонч», которая расположена на платформе «Одиссей». Это платформа высотой 21 этаж, которая расположена в 2000 километрах к юго-востоку от Кавайи. Само судно расположено в 3 милях от платформы. Именно там находится центр управления полетом, с которого дистанционно будет происходить управление запуском. Сегодня в процессе трансляции, если вы хотите, можете также соединиться с нашим веб-сайтом. Наша страница на интернете показана сейчас на экране, на www.boeing.com.se-launch. До начала непосредственного вещания мы прошли целый ряд критических моментов. Во-первых, это окончательная сводка погоды, которую сейчас мы хотим вам представить, для того, чтобы вы поняли, каковы сейчас погодные условия на экваторе. Родни-Довиньон сейчас комментирует с борта СКС. Давайте сейчас передадим слово Родни-Довиньону. Добрый день. С вами говорит СУП на СКС. Мы сейчас за 27 минут до старта. Отсчет продолжается. Меня зовут Родни-Довиньон. Я нахожусь на борту СКС. Мы расположены на 154 градуса. Хозочная Лготы, около Эквадрии, около неподалеку от Гавайских островов. В настоящее время мы подходим к времени 17.30. По времени базового порта в настоящее время погода хорошая. И к старту мы готовы. Я веду репортаж из Центра управления полетом Силонч. Ну что ж, Родни сейчас находится в ЦУПе, а рядом с ним находится президент компании Силонч, который также хочет вас поприветствовать. Добрый день. Меня зовут Алан Ашби. И хотя мне очень хотелось бы разделить с вами сейчас радость в базовом порту, я думаю, что вы понимаете, как мне хочется быть непосредственно на месте старта. Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сюда пришли, и от имени партнерства и всех партнеров в Силонч хочу приветствовать вас на этом замечательном событии. И я снова буду приветствовать вас после старта. Благодарю вас. Мы целые рядом людей познакомимся сегодня во второй половине дня. Во-первых, это Джим Мейзер, главный инженер Силонч. Очень приятно с вами познакомиться. Благодарю вас, Кэти. Я действительно очень рад принимать участие в таком историческом событии. Похоже, что все очень рады этому. Вы тоже? Да, совершенно верно. У нас сегодня 30 минут осталось до старта. Ну что, Джим расскажет нам о технической стороне предстартового отчета. Он также расскажет нам о том, что действительно происходит, что называется за кулисами. Так что же мы сегодня можем отдать? Ну что ж, очень много происходило за кулисами, что называется для того, чтобы достичь этого сегодняшнего момента. Мы все напряженно работали последние 4-4,5 года, разрабатывая, испытывая, изготовляя само изделие, ракету, которая сегодня готова к полету. Работали все очень напряженно для того, чтобы нам дойти до этих последних 30 минут. Почему весь этот процесс такой уникальный и чем он отличается? Процесс сам этот уникальный лишь хотя бы потому, что впервые кто-то пытается соединить морской и ракетный сегмент воедино на таком масштабе. Это впервые кто-то пытается осуществить запуск с модифицированной платформой. Каковы погодные условия для старта? Как мы понимаем, хорошая погода очень важна. Насколько я понимаю также, что запуск с экватора так важен. Да, по двум причинам. Во-первых, потому что непосредственно с той точки старта, где мы находимся, в середине Тихого океана, нас не волнует пролет над населенными пунктами. А обычно это очень волнительный момент. Второй момент это то, что вы, когда вы запускаете с экватора, вы можете полностью воспользоваться вращением Земли. А значит вы можете вывести больше полезного груза на орбиту, получая 10-15% по сравнению, например, увеличение по сравнению со Флоридой, с мысом Канаверал. То значит вы можете запустить более объемный, более тяжелый спутник и на более высокую орбиту. Да, совершенно верно. Как вы понимаете, наши заказчики получают преимущество от этого двумя способами. Во-первых, они могут поместить на спутнике больше трансподера, больше стволов, или, что хорошо для их заказчиков, или добавить больше топлива, что, естественно, для их заказчиков также очень выгодно. Ну хорошо, сейчас мы хотим показать вам непосредственно видеопленку записи вывоза и установки РКН-джет. Пожалуйста, объясните, что же сейчас происходит. Хорошо, многие из вас, может быть, и не знают об этом, но непосредственно сама ракета была довезена до места старта в горизонтальном положении в защитном ангаре. После этого проводится вывоз на установщики в специальном транспортном средстве. При горизонтальном вывозе после этого подсоединяется ракета к кабель-мачте. После такого сопряжения мы вывозим ракету на стартовый стол. Вы сейчас видите непосредственно подъем ракеты в установку и в вертиальном положении. В момент установки на стартовый стол ракета становится на четыре опоры, которые захватывают ракету и удерживают в определенном положении транспортных уставщиков. После чего подсоединяются автостыки, которые подсоединяются к основанию ракеты и которые непосредственно производятся заправкой ракеты геросином и кислородом. Ну что ж, сейчас показана установка. Это уникальный процесс для морского старта. А в чем его преимущество? Это действительно процесс уникальный. Он уникальный процесс, например, для нас. Но в Советском Союзе менялась такая технология. Для нас же она является определенным преимуществом, потому что мы не можем ракету непосредственно ставить другим образом, потому что мы заправляем с моря. Полностью интеграция сборка ракеты, полная проверка и испытания проводятся уже на берегу горизонтально. Как вы понимаете, ее перевозят с точки зрения безопасности, поэтому меньше ускорения, меньше нагрузки на ракету. А после того, как поставить ее на платформе, это насколько... это убыстряет процесс подготовки перед стартой? Да, совершенно верно. Ну что ж, хорошо. Ну что ж, старт сегодня назначен приблизительно на 5.30, но потому что это всего лишь первый полет ракеты комплекса морского старта. У нас есть более гибкость в самом стартовом окне. Ракета берет себе на борт Демосад, это макет космического аппарата. Несмотря на то, что это всего лишь макет, профиль, эмиссия полета абсолютно такая же, как это будет при нормальной полете. Даже при небольшой задержке сегодня у нас все равно остается свыше часа стартового окна. Все равно, несмотря на все, это все должно пройти обязательно очень хорошо. Поэтому сейчас проводится опрос готовности. Давайте сейчас снова обратимся к репортажу Родника Довиньона, который расскажет нам о процессе опроса готовности. Я приветствую вас из ЦУПа за 20 минут до старта. Приблизительно за 35 минут до старта проходится последний опрос готовности. Он уже был проведен. Все системы готовы к старту. Я передаю этот репортаж. Центр управления полетом готовы. Редактор управления полетом готовности. Ну что ж, я уверена, вы здесь слышали самое важное слово, а это готов. Готов. Каждый из наших сегментов доложил о своей готовности. Это исключительно критический момент в сегодняшнем предстартовом отчете. Все прошло хорошо. А сейчас давайте поприветствуем наших партнеров из комплекса морского старта и наших гостей. Они представители Боинга в Соединенных Штатах. Здесь представители энергии из России, представители Южного и Южмаши из Украины. И представители Кварнер Маритайм из Норвегии. Мы уже заслушали доклад от ЦУПа. Теперь давайте послушаем то, что нам могут сказать наши российские и украинские партнеры. Продолжение следует... 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 мостом на второй день. На обоих судах работают системы динамического позиционирования, которые совместно с глобальной спутниковой навигационной системой определяют и поддерживают точное положение платформы и судна. Стартовая платформа также снабжена системой коррекции крена и дифферента, которая с точностью до 1 градуса поддерживает ее горизонтальное положение переволных высотой до 3 метров. За 24 часа до старта сборочно командное судно отходит от стартовой платформы и ракета выкатывается из ангара платформы, поднимается. Экипаж Одиссея эвакуируется на СКС, откуда группа управления стартом выполняет автоматическую заправку ракеты. 3500 электрических цепей и 25 гидравлических коммуникаций подключаются в течение всего лишь 2,5 минут. После этого начинается загрузка топлива. За 17 минут до пуска транспортер-установщик будет опущен на палубу и возвращается в ангар, ворота и крыши которого закроются. Сборочно командное судно будет находиться на безопасном расстоянии около 5 километров. За 17 минут установщик отходит от ракеты и в этот момент мы должны принять решение об отмене или опуске. Всего лишь 17 минут. Эти определяют непосредственно все решение для нашего проекта. Ракета уйдет от экватора. Через 10 секунд полета она выполнит маневр по крену, что позволит оптимизировать летные характеристики и ляжет на нужную траекторию. Первая ступень ракеты обеспечивает тягу примерно в течение первых двух с половиной минут полета. Вторая ступень работает еще в течение пяти минут. В этом интервале будет сброшен обтекатель полезного груза. При отделении второй ступени четыре твердотопленных двигателя, расположенные в основании второй ступени, выдают импульс для ее отбрасывания от разгонного блока. Верхние ступени. Обе ступени первая. Вторая. Падает в тихий океан на большом расстоянии от побережья Южной Америки. Примерно через 33 минуты и пол витка после этого разгонный блок воды второй и последний импульс длительностью немного более шести минут, чтобы вывести груз на целевую генсинхронную переходную орбиту. В зависимости от индивидуальных требований для полезного груза разгонный блок может выполнять дополнительное включение. Отделение космического аппарата происходит приблизительно через один час после старта. Разгонный блок выполняет маневр для исключения загрязнения или столкновения с комическим аппаратом. Остаточное топливо и газы дренируются. Слежение и передача телеметрии обеспечиваются с помощью специальной антенны на сборочно-командном судне и системы связи через спутники ретроцентра Тидрис. Конфигурацию дополняют российские наземные измерительные пункты. Система «Морской старт» будет в основном образом использоваться для выведения коммерческих спутников связи на генсинхронную переходную орбиту. Эти спутники предназначены для оказания таких услуг, как прямое телевещание, доступ к сети интернет, обучение на расстоянии, а также для усовершенствования систем передачи информации, голосовой и видеосвязи. Буквально через несколько кратких мгновений миссия наша станет реальностью. Давайте сейчас вернемся и поговорим с Родни-Довиньоном. Говорит Центр управления полетом. За старт осталось 7 минут. Стартовый отчет продолжается. Транспортер-установщик продолжает возвращаться в ангар и продолжается закрытие дверей и ворот ангара. Как интересно видеть вот такие кадры. Да, совершенно верно, мы так долго это ждали. Хорошо, что же сейчас происходит в Центре управления полетом? В настоящее время все сейчас проверяют буквально статус, готовность, готовность всех компонентов и сегментов. Будет проверена готовность космического аппарата, демосата, будет проверена готовность ракетного сегмента. То есть в настоящее время переходит переход конфигурации со внешней электропитания на внутреннее, на внутренние батареи, на КА. Возможно ли в этот момент остановить старт? Да, совершенно верно. Практически в любой момент возможно остановить старт и совершенно способна такую остановку произвести по автоматическим параметрам. Также мы можем подать ручную команду с СХ, с борта командного судна. Одна из вещей, о которой мы говорили, о том, что над проектом работали люди из целого ряда стран. Какие трудности вы испытывали работы, предположим, на различных языках? Существовали какие-то языковые барьеры? Ну, что ж, я считаю, что языковые барьеры действительно были проблемы, однако эта проблема только связана с тем, что на это требуется дополнительное время. Однако со временем общение и связь действительно существует не только вербальное, но также и какой-то контакт, и визуальное и так далее. Очень много, большая часть общения работает так. Но, к счастью, все норвежские, наши коллеги, говорят по-английски, и все мы стараемся учить русский язык, наши русские коллеги учат английский, так что мы говорим на такой смеси этих двух языков. Ну что ж, покажите мне, что представляет собой пример этой смеси. Ну что, вы сейчас учите русский язык? Ну что ж, по крайней мере, алфавит я уже выучил, некоторые слова я уже мог, чтобы несколько слов мог уже прочитать. Очень многие технические термины означают одно и то же. Ну, естественно, мне еще очень многому учиться необходимо на этой программе. Ну что ж, давайте вернемся сейчас в Центр управления полетом, поговорим с Родней, узнаем, что же там происходит. Родней. Говорит Центр управления полетом. До старта осталось 4 минуты 45 секунд. Предстартовый отчет продолжается. Руководитель сегмента космического аппарата подтвердил готовность к ААА. Продолжается предстартовый отчет. Ситуация штатная. На борту СКС в трех милях от нас стартовая платформа и ракета на ней сейчас готовятся к своему первому полету, говорит ЦУП. Ну что ж, мы подходим сейчас буквально до последних моментов. Очень много скептических настроений было по поводу этой программы в самом ее начале. Не так же? Да, совершенно верно. Программа совсем уникальная, хотя сама по себе идея возникла где-то 30-40 лет назад. Одна оказалась очень трудновоплотимой. Сейчас мы находимся как бы на грани непосредственно, когда мы можем представить этому доказательство. Что ж, давайте вернемся в ЦУП и поговорим с Родней. Говорит Центр управления полетом. До старта осталось 4 минуты. Предстартовый отчет продолжается. За 21 минуту до старта подтвердилось прием телеметрии от ракеты «Зенит» от блока «Дем». Мы продолжаем получение телеметрии. Телеметрическая информация. ГВН связи ЦУП. Ну что ж, вот понятно, так как сказала Родня, что телеметрия исключительно важна. Прежде всего, объясните мне, пожалуйста, на простом английском языке, что же такое телеметрия. Телеметрия — это практически передача информации, передача данных через антенны на приемник. Сейчас происходит следующий процесс. У нас есть целый ряд антенн, которые установлены на первых двух ступенях изделия, на первых двух ступенях ракеты. И антенна также установлена на переходнике между блоком ДМФ и полезным грузом. Так что же нам говорят эти все данные? Что же передается? Ну это как бы состояние, что называется, здоровья аппарата. И изделие самой ракеты подтверждает, что происходит получение команд и передача сигналов. После контакта подъема мы начнем получать дополнительные телеметрические данные. Такие, как, например, давление в камерах сгорания, которые очень важно знать для того, чтобы знать, как работают двигательные установки. Мы также будем получать в определенные точки после подтверждения отделения. То есть, если бы этой телеметрии не было, если бы не шла эта информация, то, естественно, у нас были бы вопросы о том, как это все происходит. Да, совершенно верно. Однако для успеха миссии телеметрия не так необходима. Это скорее нужно нам, для того, чтобы мы знали, что происходит. Ну что ж, мы сейчас подходим буквально к последним минутам, которые у нас остаются до контакта подъема. Поэтому давайте сейчас вернемся на борт СКС и к родной Довиньону в ЦУП. Говорит Центр управления полетом. До старта осталось 2 минуты 17 секунд. Представитель отчет продолжается. Мы подтверждаем открытие клапана первой ступени и подготовка к его включению. Груз был переключен на внутреннюю систему электропитания. Все системы готовы. Репортаж из Центра управления полетом. Репортаж из Центра управления полетом. Репортаж из Центра управления полетом. Осталась одна минута. До старта осталась одна минута. Ворота и крыши ангара закрыты Все системы подтверждают свою готовность Готовных к первому пуску полета Селонч Осталось 30 секунд Ситуация штатная Все системы готовы 20 секунд Предсертовый отчет продолжается 15 секунд 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Включение двигателя 2, 1 Контакт подъема Первый коммерческий запах ракеты С морской платформы Начало новой эры Экономического и международного сотрудничества В освоении космоса Ес! Ну где она? Изделие вышло со стартовой площадки Давление и температура двигательных установок В параметрах нормальных Двигательные установки работают штатно Вот она! Отлично! Все параметры полета сейчас отличные Поздравляю вас! Отличная работа! 60 секунд прошло после контакта подъема Прошли зону максимального давления Система стабилизации работает штатно Маршевый двигатель работает нормально Все параметры штатные Все параметры полета продолжают оставаться в норме Все идет отлично Тяга двигателя увеличивается до 75% Система стабилизации работает в штатном режиме В настоящее время перейдет переключение На вторую ступень Включение двигателей второй ступень Включение двигателей второй ступени Что же мы здесь видим? Что мы видим? Подтверждение отличной работы второй ступени Параметры отличные В настоящее время мы находимся между точками 4 и 5 Включилась вторая ступень И мы ожидаем буквально в течение нескольких следующих минут Через 3 минуты 20 секунд будет отброс головного обтекателя Система стабилизации работает штатно То есть все идет как планировалось? Да, похоже, что точно так, как планировалось Через несколько секунд подойдем к моменту отделения головного обтекателя Сброса головного обтекателя Что происходит с обтекателем, когда его отделяют? Прошло отделение обтекателя полезного груза Отлично Что происходит с обтекателем? Он разделяется на две половинки И обе они подойдут в океан Это очень доброкачественная конструкция То есть никакой проблемы для рыб не составит Все параметры нормальные Что ж, похоже, что все параметры работы второй ступени отличные Как и ожидалось Все параметры полета по-прежнему остаются штатными Так что же произойдет теперь? Следующее важное событие Это отсечка двигателей второй ступени Отделение давления марш двигателя И вспомогательных двигателей очень близко к расчетному Очень важным для нас будет включение двигателя третьей ступени Важным критическим в каком смысле? Ну, в настоящее время при работе первых двух ступеней Мы находимся, продолжаем быть на баллистической траектории То есть мы, если мы отсечем двигателей, пойдем по параболе Все параметры полета продолжают быть номинальными, штатными При включении третьей ступени Именно третья ступень Достаточно энергии для космического аппарата Выведет нас на целевую орбиту На малолептическую орбиту После этого пройдет некоторый момент пассивного полета После чего мы выйдем на большую эллиптическую орбиту Именно которую называют геосинхронной переходной орбитой Именно эта орбита для нашего КА является целевой Так вот, каким же образом мы без третьей ступени доставим туда КА? Вот вы нам вчера говорили, там такие как бы пружинки Но расскажите мне, как же они работают? Все параметры полета продолжают быть штатными Мы пошлем команду на космический аппарат 5 минут 40 полета 40 минут полета Все параметры продолжают оставаться отличными Все замечательно, но это еще не закончено Нам нужно вывести космический аппарат на орбиту Сейчас пошлет команда На зажигание маршевых двигателей Двигатели работают в нормальном режиме А затем дополнительные двигатели Осуществят поворотный маневр Для каждой акции есть соответствующая реакция Объясняет Джим маневр поворота Затем мы продолжаем осуществлять контроль над движением третьей ступени Постараемся отвести его спутник от третьей ступени Для того, чтобы избежать с ним столкновения в будущем У нас здесь имеется примерно 500 гостей Которые посетили наше замечательное событие Вы слышали, как народ ликовал, когда произошел момент отрыва С технической точки зрения Я вижу, что вы улыбаетесь во весь рот И, видимо, технически все произошло замечательно Из всего того, что я слышал Все происходит очень хорошо Я потом по анализу будущих предоставленных мне данных Смогу узнать, что было не совсем идеально Но сейчас произошло все так, как и ожидалось Вы видели, как происходило... Вы видели, как оторвалась ракета от стартового стола Как вы думаете, люди чувствуют себя сейчас, когда они увидели успех первых моментов запуска? И давайте вспомним о скептицизме, который сопровождал начальные ступени этого проекта Считалось, что этот проект очень трудно осуществим Что слишком много было препятствий И действительно, препятствий было очень много Но мы сумели их преодолеть Вернемся в ЦУП компании «Силонч» к родне до Виньону Сейчас произойдет в ближайшем будущем отключение двигателей Двигатель отключился Произошло отделение Успешное отделение совершилось Средний адаптер отделился Все выглядит замечательно Происходит зажигание маршевого двигателя Все на блоке «Дем» выглядит замечательно Он работает прекрасно Давление в камерах сжигания двигателя номинально Хорошо Теперь вы видите Точки зажигания первого маршевого двигателя И вы видите Что спутник передвигается по параболической кривой По этой переходной орбите Он продвигается примерно еще в течение пяти минут И сейчас он уже развивает горизонтальную скорость Которая позволит ему достичь своей окончательной орбиты Мы сообщаем спутнику энергию Для того, чтобы предотвратить его возвратное падение на поверхность Земли И сейчас мы вскоре будем совершать второе зажигание маршевого двигателя Блока ДМ После этого демосад будет отделен от третьей ступени Которая затем будет, так сказать, округлена Затем он будет вращаться вокруг Земли с периодом 24 часа А поскольку Земля вращается с такой же скоростью То он будет как бы висеть в одной точке на поверхности Земли Вернемся к Родни-Довиньону в ЦУП-Силонча Через 12 минут после отрыва Все выглядит нормально Произошло первое зажигание маршевого двигателя третьей ступени Следующий будет выход на первую фазу Мы ждем подтверждения этого события в настоящий момент Мы все время слышим слово номинальный Я предполагаю, что это означает все хорошо Номинально означает, что все идет по плану Слово это по-английски и по-русски звучит одинаково Поэтому мы его очень часто и употребляем, потому что оно всем понятно Мы используем сейчас демосад То есть на нем сейчас нет никакого электроидного оборудования Имеет ли это какое-нибудь значение для нас? Нет, для нас это не имеет никакого значения Мы запускаем его, как будто бы он был бы настоящим спутником Главной целью этого запуска это сбор данных Мы собираем огромное количество данных И мы хотим подтвердить, что все эти условия будут благоприятными для запуска настоящего спутника Некоторые вещи могут отклоняться от абсолютно номинальных Но они должны оставаться в пределах допустимых Вернемся к Родне-Довиньону в ЦУП Силонча ЦУП Силонча 13 минут 55 секунд после отрыва Мы ждем подтверждения Того, что отключился первый двигатель первой ступени Маршевый двигатель третьей ступени До сих пор все, что мы слышали Все было очень в порядке нормы Нет, ничего не выходило за пределы ожидаемого У нас установлена связь спутниковая в настоящее время Мы ее потеряли на некоторое время И сейчас мы стараемся ее восстановить Пока происходят попытки восстановления спутниковой связи Мы перейдем к другому элементу Вопросы, которые задают люди, которые впервые слышат об этом проекте Спрашивают, как возникла эта идея Сейчас мы представим краткий обзор программы «Морской старт» Океан Таинственный, неосвоенный район планеты Здесь, на экваторе На долготе 154 градуса Сегодняшние первопроходцы С использованием как новейшей, так и зарекомендовавшей себя технологий Будут осваивать космические рубежи Это ни с чем не сравнимо Это история, совершающаяся у вас на глазах Такое бывает раз в жизни Капитан Хиортал Говорит о первом коммерческом запуске ракеты С платформы, находящейся в открытом море С этого плавучего стартового стола Мощная ракета «Силонч» Выведет грузомакет спутника связи На геосинхронную орбиту На высоту примерно 37 тысяч километров Над поверхностью Земли Идея запуска коммерческих космических афаратов С морской платформой Впервые возникла в 1993 году Вскоре после этого возник проект Морской стат Объединяющий четырех партнеров Коммерческую космическую корпорацию «Боинг» РКК «Энергия» КБ «Южная» Южмаш И Кварнер «Моритайм» Задача у них была проста Выведение на орбиту Больших коммерческих спутников С точки земной поверхности Представляющий заказчику наибольшее преимущество Запуск с экватора Предоставляет преимущество Примерно на 20-30% За счет вращения Земли За счет этого удлиняется срок службы Сокращается количество ракетного топлива на борту И увеличивается прибыль Используя преимущество экваториального старта Теперь «Силонч» уже не просто идея Это реальность Сооружение сборно-командного судна Началось в декабре 1995 года Опытнейшими разработчиками И кораблестроителем Норвежской компании Кварнер «Моритайм» Корабль служит местом интеграции испытаний А также центром управления полетом Он является также плавучим отелем Для 240 членов команды В конце 1996 года в Санкт-Петербурге В России на СКС Был оборудован центр управления полетом В июне 1998 года судно отправилось В базовый порт «Силонч» Самоходная морская платформа Уместно названная «Ди-7» Первоначально представляла собой Нефтеперерабатывающую платформу Используемую в суровых условиях Северного моря Сегодня на ее борту располагается Специальное оборудование Которое преобразует ее В автономный плавучий стартовый комплекс Включающий ангар ракеты-носителя Где она хранится в контролируемых условиях Окружающей среды Система установщика для вертикализации ракеты Двигательные установки Для надлежащего предстартового позиционирования платформы А также система дистанционного управления Одиссей прибыл в порт Лонг-Бич В октябре 1998 года Базовый порт компании «Силонч» Расположенный в городе Лонг-Бич, штат Калифорния Был построен специально для проекта «Силонч» Компании «Боинг» Отсюда открывается свободный доступ К месту старта Кроме того, он расположен поблизости От основных американских центров изготовления спутников В его оборудованном по последнему слову технике Корпусе подготовки полезного груза Имеются помещения для заправки космических аппаратов горючим А также для их инкапсуляции Он будет использоваться для подготовки более дюжен спутников Запуски которых уже включены в график работ компании «Силонч» Базовым порту обеспечиваются также все виды портового обслуживания И снабжение стартовой платформы и сборочно-командного судна Компания «Силонч» применяет трехступенчатую ракету Представляющую собой комплекс отработанного оборудования Первые две ступени ракеты представляют собой часть украинской ракеты «Зенит» Которая является одной из наиболее автоматизированных ракет в мире Третья ступень ракеты «Силонч» Изготовленный в России блок «ДМСЛ» Представляющий собой модификацию существующей разработки Имеющей продолжительную историю успешных стартов В качестве верхней ступени ракеты-носителя «Протон» Новая четырехметровая конструкция обтекателя разрабатывалась Использованием обширного опыта и возможностей «Боинга» Ракета комплекса «Морской стад» Используя в полную меру хорошо зарекомендовавшую себя технологию Обеспечивает достижение еще большей эффективности за счет применения нововведений Модификация системы заправки Улучшение всего полетного компьютерного оборудования А также широкая программа технического контроля Двляются несомненным преимуществом при проведении операции комплекса «Силонч» Технических трудностей у нас на самом деле не было В основном мы построили такую же ракету Трудности заключались в отделении Украины от России И в необходимости восстановления наших отношений Вдали от базового порта компании «Силонч» Там, куда и рыбаки заплывают только изредка Лежит место, где будут совершаться Ставропольскому океану С его благоприятными ветрами и плавными волнами Суждено стать местом запусков космических спутников будущего И во главе этого начинания Компания «Силонч» Сегодня у нас в базовом порту присутствует очень много почетных гостей Со всех концов мира собрались сюда люди Для того, чтобы участвовать в просмотре нашего первого старта Компания «Силонч» 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 Продолжение следует... 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 Наконец, «Энергия» отвечает за проектирование и изготовление верхней ступени ракеты-носителей для программы «Морской старт», так называемого разгонного блока. Компания также руководит интеграцией изделия, пусковыми операциями и работами по обеспечению связи по прямой видимости в районе старта. Я с нетерпением жду первого запуска по программе «Морской старт», особенно в тот момент, когда мы выйдем на орбиту. Ключом к успеху было международное сотрудничество с первых дней разработки принципов программы и до сегодняшнего дня, когда партнеры готовятся к запуску. В результате мы предлагаем нашим заказчикам надежный экономичный и технологический новый метод для доставки полезных грузов на орбиту. Мы сделали это, взяв все лучшее из лучшего в четырех различных частях света. Тысячи работников из Норвегии, России, Соединенных Штатов и Украины приняли участие в этом проекте. Мы действительно в базовом порту просто благословены тем, какая концентрация талантливых людей у нас здесь имеется. У нас есть талантливые моряки, талантливые инженеры, у нас замечательные суда, и у нас есть прекрасные специалисты Боинга, которые вносят свой опыт и вклад. У нас команда мирового класса, и поэтому мы были почти абсолютно уверены в успехе. БКСК является ключевым партнером проекта C-Launch. Господин Тим Хенсел является управляющим проектом C-Launch от Боинга. Он улыбается, поэтому все мы находимся в очень волнительном, возбужденном состоянии. Все здесь в базовом порту, а также по всему миру. Вы принимали участие в других космических программах. Как эта программа отличается от других? В данной моей должности я принимала участие на самых ранних стадиях этой программы. В 1996 году они попросили меня начать принимать участие в этой программе. И все это сработало. И сегодня мы замечательный запуск осуществили. Теперь ожидаются очень интересные последствия этого успеха. Во-первых, мы доказали, что эта концепция осуществима. У нас еще есть, так сказать, нам немножко нужно подождать, пока мы не выведем этот демосат на орбиту. Но после этого мы уже можем уверенно сказать нашим партнерам, что мы предоставляем им способ доставки на орбиту. Очень экономичный и очень надежный способ доставки на орбиту. Как вы ответите на скептические комментарии, которые существовали на начальной стадии про это? Безусловно, у нас был целый ряд уникальных проблем. Мы эти проблемы проработали с нашими партнерами. А теперь у нас имеется великолепная возможность продолжить сотрудничество. Мы преодолеваем все в большей степени барьеры, которые могли существовать в результате трудностей общения. Но мы их преодолеваем все с большим успехом. Теперь мы перейдем в наш зал, где я здесь нахожусь с Грегом Реем, который принимал участие в программе в течение двух лет. Он принимал участие в программе в Осло и также в Петербурге. И это потрясающе, замечательно. Все прошло просто исключительно. И планирование, а также технические способности членов нашей команды просто потрясающе. И теперь мы ждем второго старта двигателей третьей ступени. И теперь это все войдет в историю. И мы очень счастливы, что нам довелось здесь побывать. Поздравляю всех участников группы Боинга. Они, наверное, все страшно взволнованы. Дорога была сюда нелегкой, но мы находимся там, где мы хотели быть. Все так взволнованы, и вы до сих пор не можете перестать улыбаться. Что сегодня во второй половине дня произойдет? Следующий большой этап — это окончательный запуск двигателей, последний запуск двигателей третьей ступени. Для того, чтобы перевести ее на окончательную большую эллиптическую орбиту. Те, кто сидит сейчас и все еще продолжает кусать ногти, должны знать о том, что сейчас она находится в пассивной стадии полета. Когда мы подтвердим, что произошло следующее зажигание маршевого двигателя. Я хочу только сказать, что все члены команды должны получить самые высокие поощрения за свою работу. Давайте вернемся к моменту отсчета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второй раз смотреть на это было так же волнительно, как первый раз. Может быть, я что-то пропустила первый раз, потому что я так волновалась. Давайте послушаем выступление господина Скумолк, который управляет проектом Скайманских островов. Какое замечательное место. Давайте немного поговорим о ракете Силонча. Эта ракета представляет собой модификации и новшества наряду с доказанными элементами технологии. Весь процесс начался несколько лет тому назад, когда совершалось изготовление первых ступеней ракеты. Мы надеемся на то, что партнеры установили достаточный уровень технического контроля, и мы не совершаем повторный контроль. У нас имеется вторая ракета на борту СКС, и многие другие ракеты находятся в стадии изготовления. Поэтому у нас уже существует целая линия производства ракет. Почему так важен был запуск сегодня? Замечательно. До сих пор все идет как нельзя более прекрасно. Мы совершаем периодические посещения заводов-изготовителей ракет. Я собираюсь в ближайшее время взять группу людей для посещения украинского завода, который будет осуществлять инспекцию следующей партии изготовленных там ракет. Я понимаю, что с каждой новой группой людей работа представляет новые сложности. Очень это все интересно. Мы действительно стараемся найти общие слова. Джим сегодня прекрасно над ними поработал. Действительно, очень все-таки много общего. И обнаружили также, что и многие из систем, например, на их заводах, также похожи на наши системы в Соединенные Штаты. То есть такого особо иностранного или чужого и не было. Но вы сейчас запустили сегодня демонстрационный макет спутника. Чем отличаться будет система обеспечения качества при запуске коммерческого спутника для заказчика? Разницы никакой у него не будет. Мы точно так же прошли по всей системе обеспечения качества и готовности, что и для обычного любого спутника. И мы уже готовимся к нашему следующему коммерческому пуску. Ну, практически те же самые процессы повторятся. Те же самые, которые были для демонстрационного КА. Так, чего вы ждете от будущего для программы «Морской старт»? Естественно, люди ждут от вас десятков и десятков запусков. Возможно ли это? Да, это возможно. Естественно, скепсиса хватало. Проект этот новый. Однако я считаю, что сегодняшний день показывает нам, что система действительно летает. Системы работают штатно. Еще 3-4 года назад об этом нельзя было ими читать. Когда вы ожидаете следующего запуска? Ну что ж, следующий запуск у нас планируется на середину лета, в середину августа, на самом деле. Вот это будет наша следующая возможность запуска. И уже над ним ведется напряженная работа, уже готовится космический аппарат. И о нем мы объявим в соответствующее время. Вы будете к нему готовы? Совершенно верно. Вот еще один вопрос я хотела вам задать. Чем будете вы заниматься после интервью? Вы вернетесь к празднику, но мы действительно ждем вот этого следующего ключевого момента, последнего включения, после чего мы сможем и действительно расслабиться. Но пока все идет отлично. Что ж, большое вам спасибо. И еще раз хочу вам сказать, что мы все за вас очень рады. Ну что ж, раздался вот такой всплеск и крик радости непосредственно в моменте отрыва ракеты от стартового стола. Давайте посмотрим, что происходило в соседнем зале. Спасибо. 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 Продолжение следует... Сменим направление и посмотрим на оборудование, которое использовано было в полёте. В студии находится господин Геннадий Береков, генеральный конструктор компании КБТ. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Продолжение следует... 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 и при отделении полезной нагрузки мои ощущения перерастут в безграничную радость. Каковы были ваши ощущения от работы с самого момента, первого момента, когда Boeing обратился к нам с предложением и с вопросом о том, заинтересованы ли мы будем как производители спутников выводить свои спутники на ваше средство выведения. С этого самого момента, и мы работали с вами, с самого первого момента, когда я познакомился с этой концепцией, я считала, что концепция сама по себе здравая, вопрос лишь только в ее воплощении. И как вы считали, ну что ж, одним из удовлетворительных моментов от этого, это то, что все части, составные компоненты этой программы уже существовали, то есть существовал уже стартовый механизм, существовала уже вот эта нефтяная платформа, и на Равежте очень быстро построили само судно, делают они это отлично. То есть все сами сегменты, все компоненты уже существовали, вопрос был лишь в их интеграции, и похоже, они все это сделали отлично. Да, пока действительно, ну еще несколько минут, и мы узнаем точно. Благодарю вас, я знаю, что вы ждете заключительные моменты, поэтому я очень благодарна вам за то, что вы нашли время с нами поговорить. Ну что ж, сейчас прошло уже 53 минуты после начала полета, и Центр управления полетом готовится к следующему критическому моменту. Давайте вернемся в прямой трансляции, кроме Доминьону, для его репортажа. Прошло 55 минут, 10 секунд после контакта подъема мы подтвердили отсечку двигателей второй ступени, все показатели полета по-прежнему штатные, верхняя третья ступень, и самка сейчас двигаются со скоростью превышающей 2100 миль в час. Следующее запланированное событие произойдет через 6 минут, когда будет подана команда на отделение космического аппарата. Я веду репортаж из Центр управления полетом. Ну что ж, я думаю, что всех, наверное, переполняет радость по поводу первой миссии морского старта. Сотни и сотни людей отдали свой огромный вклад для обеспечения успеха миссии, начиная с... и, конечно, все руководства, руководители всех фирм-партнеров все это понимают. Сейчас мы хотим показать вам видеорепортаж о партнерах. Она здесь работать вообще не будет, это line of site. Она работает только там, и то надо направить ее в определенное место. Там очень плохо она работает. Но они попросили все равно... Не могу вам даже выразить, насколько я благодарен сотрудникам морского старта. От 10 до 15 тысяч человек работали в исключительно трудных, напряженных ситуациях над комплексом Силонч, в трудных погодных условиях, вдали от семей и близких. Именно благодаря их усилиям сейчас мы видим то, что сегодня происходит от всего сердца. Огромное спасибо. Я хочу сказать, что здесь есть прекрасная девушка Эмми, которая обещает нам много и много прекрасных запусков. А она обещает, что будет еще достаточно большое количество успешных стартов. Хочу пообещать со своей стороны Силончу, что мы никого не подведем, и будем напряженно работать, и будем продолжать поставлять вам самые лучшие ракеты. Давайте вместе напряженно работать. Удачи! Хочу сказать большое спасибо за самоотверженный труд. Хочу, чтобы все продолжали свою работу с тем качеством, с той точностью, как и в будущем. Помните о опыте своей компании, ведущего разработчика космических систем. Я считаю, что все вы прекрасно поработали. Я знаю, что огромное количество людей напряженно работали на протяжении многих лет. И я надеюсь, что все мы сможем разделить то счастье, которое мы испытываем в связи с первым успешным пуском. Дорогие друзья, дорогие коллеги, я очень благодарен тому, что сделали вашими руками, вашим умом и вашими знаниями. Я бесконечно рад и горд, что работаю вместе с вами. Спасибо. Я хотел бы выразить огромное спасибо всем, кого я назвал, пожелать им успеха, здоровья, членов их семей, моих коллегам в России, всем американским коллегам и их семьям, с которыми мы работали в течение последних нескольких лет. И вот когда полетит эта прекрасная ракета с нашей платформы, и когда она отлично полетит, когда она достигнет орбиты и удовлетворит все те параметры, которых мы хотим достичь, все мы почувствуем и будем знать, что мы получили самое большое вознаграждение за ту напряженную работу, которую мы проделали. Хочу еще раз поблагодарить вас за самоотверженный труд, за все, что вы сделали. Ну что ж, ведущий инженер программы «Селонч» Джим Мейзер снова с нами в студии. Джим, у нас осталось около четырех минут до следующего события. Так вот, следующее событие — это отделение космического аппарата «Демосата» третьей ступени. Расскажите, что у нас произойдет. Давайте все-таки более конкретно об этом поговорим. Ну что ж, обычно у космического аппарата есть определенная ориентация, определенное положение при отделении, которое должно быть обеспечено третья ступень. Именно и выведет его, или сейчас, в настоящий момент, выводит его медленно на эту позицию. Некоторые космические аппараты вращаются вот в такой плоскости, некоторые вращаются по другой оси, что называется, продольно, некоторые по переберечной. Вот, в частности, этот аппарат будет вращаться вот таким образом, которым я сейчас показал. Поэтому в том точке обития, которая у нас запланирована, будет послана команда на отделение. И используя вот эти специальные механизмы, да, совершенно верно, на этот момент третья ступень получила уже огромное количество информации. Третья ступень сама себя ориентирует, и в настоящий момент она должна находиться над практически какой-то наземной станцией управления. И сбор информации, куда она сбросит вот такую информацию телеметрическую. Будут задействованы вспомогательные двигательные установки, которые выведут третью ступень от столкновения с космическим аппаратом. Я считаю, что у нас будет достаточное количество дополнительного топлива, поскольку все шло как должно. Мы сожжем избыточное топливо и газа, после чего третья ступень будет выведена на безопасную орбиту. Какого рода информацию вы стараетесь получить от космического аппарата в этот момент? Естественно, информация это очень важно, но что она в себе несет? Огромное количество информации, которая посылается в режиме реального времени, я точно не знаю, как она именно посылается и передается. Но огромное количество информации передается о рабочих характеристиках того или иного изделия. Вот, например, российские коллеги получают информацию о блоке Диэм, представители Южного и Южмаша получают огромное количество информации по Зениту, по первой и второй ступени, а представители Боинга из Сиэтла получают данные по полезному грузу и по обтекателю. И, естественно, огромное количество информации получается по акустическим нагрузкам, по всем видам нагрузкам, по температурному режиму и так далее. И эти данные будут исключительно важными для нас, а также для всех наших последующих заказчиков, для того, чтобы убедиться, что мы можем обеспечить необходимые параметры полета. То есть они стараются видеть, что если все идет нормально. Да, совершенно верно, мы постараемся узнать, были ли какие-то внештатные ситуации, были ли какие-то параметры, выходящие за рамки заданных для того, чтобы использовать это при полете следующего спутника. Но, насколько вы знаете, сейчас все идет в порядке. Да, насколько я знаю, насколько я вижу, все в порядке. Мы рады, что мы снова получаем сигнал целеметрии, мы получаем данные в режиме реального времени. Мы счастливы были увидеть, что прошло правильное включение блока Диэм. Сейчас мы находимся в режиме пассивного полета. И следующим важным моментом будет выведение демонстрационного спутника на надлежащую целевую орбиту. Давайте вернемся в ЦУП к Руни-Двиньону. На связи Центр управления полета прошло 1 час, 3 минуты после начала полета. Только что мы получили подтверждение о хорошем отделении космического аппарата третьей ступени. Отделение прошло на высоте около 1200 миль. При скорости около 20 тысяч миль в час космический аппарат, макет космического аппарата продолжит свое путешествие и достигнет геостационарной переходной орбиты на высоте 23 тысячи километров над поверхностью Земли. На этом завершается наш прямой телерепортаж с борта СКС, где мы успешно доказали возможность вывода космического аппарата на геостационарную переходную орбиту. Я веду репортаж из Центра управления полетом. Все идет отлично. Послушайте, как рады все наши гости. Действительно, это для нас сегодня кульминационный момент, завершающий 5 лет напряженного труда. Мы сейчас получим подтверждение об орбитальных параметрах. И вот практически сейчас уже ничего плохого случиться не может. Я уже говорила о тех маневрах, которые необходимо будет выполнить. И достаточно высокой степени вероятности, что все будет продолжаться без каких-либо проблем. Если даже проблемы какие-то сейчас произойдут с третьей ступенью, это никак не повлияет на космический аппарат, который сейчас уже находится на своем пути к целевой орбите. Так что я считаю, что запуск прошел очень успешно. Но еще один вопрос. Что произойдет с этим космическим аппаратом? Он там останется? Да, он останется на этой орбите. Если там в него не заложена определенная система, которая позволила бы ему закруглить орбиту, то есть он останется вот этой высокоэрептической орбите в течение очень длительного периода времени. Ну что ж, отлично. Действительно, так приятно было слышать, как все радуются здесь, наши гости. Наверное, ту же самую радость разделяли наши коллеги в Центре управления полета. Ну что ж, я только что узнала о том, что Алан Ашби готов приветствовать всех наших коллег и сотрудников морского старта и гостей. Давайте послушаем. Говорит Алан Ашби. Как вы, наверное, можете себе представить? Мы все испытываем чувство огромной радости. Все идет прекрасно. Нам еще останется проанализировать все данные, для того, чтобы увидеть, насколько точно мы выдержали засчетные параметры. С точки зрения временных параметров, все прошло отлично. Сейчас уже команда отправилась на платформу. Насколько мы знаем, стартовая платформа выглядит отлично. То есть старт прошел отлично. Мы благодарны всей нашей международной команде. Это прекрасный пример совместной работы. Мы достигли нашего успеха благодаря совместной работе у многих людей. Теперь будем с нетерпением ждем нашего второго старта, уже коммерческого старта в августе-сентябре этого года. Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы присоединились с нами сегодня в этот волнующий для нас момент. Огромное вам спасибо. Вы сейчас слышали приветствие Айлона Ашби. Вы слышали уже по его голосу, как он рад и как он нетерпением ждет последующих успешных пусков. Действительно, да, отлично было посмотреть, как поздравляют друг друга наши коллеги, находящиеся в ЦУПе. Я уверен, сейчас по всему миру люди поздравляют друг друга. Ну что, сейчас можно немножко и расслабиться, и отдохнуть, но чуть-чуть можно и расслабиться, действительно. Ну и немножко, действительно, состояние у нас совсем отличается от того, что было полтора еще часа назад. Но, как я уже сказал, третья ступень у нас продолжает работать, и работа эта будет пока не останавливаться. Но, естественно, когда КА достигает целевой орбиты, все мы вздохнем с облегчением. Ну что ж, может быть, посмотрим еще раз? Да, я уверен, давайте посмотрим еще раз. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 We are extremely proud to have you representing ENERGIA today. I believe by this event we have just opened the door to our partners. We have just opened the door to the new passage of international collaboration. I believe this day serves as another illustration to the fact that we are capable of performing, making such outstanding international projects. And I believe it's a perfect opportunity for us to go ahead and keep our international team strong and achieve lots of great international projects. And at this point I'm just speaking on behalf of RSC ENERGIA and I'm saying that we have all these good intentions to go this way and I believe all our partners have the same intentions. I want to thank each and everybody who worked hard and participated in this outstanding project. I guess I'd like to add one thought to all the comments that have been said previously and that is look at the wonderful things we can achieve. Спасибо. 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 Наш конкурент Дельта-3 также на следующей неделе проведет свой вспышный запуск. Ну что ж, на этом мы завершаем первую прямую трансляцию первого старта комплекса «Морского старта». Следующий старт запланирован на август нашего года. Меня зовут Киатрий Макдональдс, а у нас в студии находится Джейм Мизер. До следующей встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok